Ребят, здравствуйте! С BBC беспокоят вас. Никто не пустит. Данному господину разрешение на съемку не давалось. Прошу удалить данную запись. Прошу удалить данную запись. Прошу удалить данную запись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С Би-Би-Си беспокоят вас. Кто? Компания Би-Би-Си. Знаешь, новую географию слышали? Что с камеры зашли? У вас вообще заезд возможен? Куда? Зачем? Ну, просто поснимать. Нет. Никто не пустит? Почему? Никто не пустит? Да-да. А это у вас начальник? Да. Слушайте, а что я хочу? У вас это самое. Слышал, что через три года будут закрывать уже, да? Нет, да, ничего у нас закрывать не собирается. Даже не снимай, а то сейчас камеру отберут. А я ничего не снимаю еще пока. Слушай, а не подскажете, а на той стороне сейчас что устроится? Нет. Ну, через дорогу там что? Там-то свалка снега. А, свалка снега просто? Я-то просто думал, заехать можно, а больше дорог нету, только вот это? Ее, только дорога не? Ну, а в принципе, внедорожная. То есть, дорога там есть, да? Да какая дорога по снегу напрямую ела? Там где канава? Да не дадут и не фотографируют. А так, в целом, сколько объема вот каждый день завозят? Что, хотят закрывать ее? Да. Закрыть хотят? Ну, я ослужил, что 85% уже заполнено, поэтому уже скоро будут думать, что либо расширять, либо строить какие-то дополнительные фабрики для переработки. Здравствуйте, у вас вообще возможно? Я вас не снимаю. Заехать просто, просто палку не задать. Кто-то через никого со мной, пожалуйста, пообщайтесь, я вам разрешу. А вы кто вообще так? Ну, вы журналисты, сам себе разрешат. Ооо, это вот в офис дадут команду. Пойдете снимать. Не дадут, значит? А там дадут. Может и дадут, я же... А так же, по сути, я делал, что вы здесь снимаете? И так видно, он едет с этого... С окружного. Ну, в общем, где? Да? Вот она и есть, как перед вами. Снимать, чтобы ничего. Просто я слышал, что она закрывается, скоро будет через 3 года. 85% заполнено уже. Сколько... Толик, сколько лет ты здесь работаешь? Ну... Ее все время закрывали. Если вот с такими темпами работать, вот крыта, то она, в принципе, к нему закроется. Так вот, нахуй ее закроют. Потому что все, большая станы нету, нихуя нету. Мы через пару недель будем вот здесь. А с такими темпами будем закрывать. Так и есть, нормально. Если будет порог и пожар, вот только тогда репи почистят. Слушайте, а в Рикосике построили уже или нет? Никто ничего не строил. Я ничего не знаю. Народ сбунтовал. То есть сюда, получается, возят с Новодвинска, да? Да, с Новодвинска. Да, с Новодвинска не возят. С Новодвинска не возят. А с Новодвинска кто возят сюда? Ты пишешь жить, Руя? Да нет, ничего не знаю. Запишешь, у тебя вон таймер идет. Что даже рассказывать, как ты рассказаешь? Данному господину разрешение на съемку не давалось. Прошу удалить данную запись. С вашей голубарошечки. Хорошо, хорошо. Да я вообще морской блогер. Я просто эту тему... Даже я не хочу ее раз... Ну, понимать, просто как бы... Сейчас смотрим, вот это да. Для себя, чисто, заехал. Интересно, да вот кому-нибудь подсять, вон шаровоз, все. Попроси, про какие мне доли в пункте? Да? Ну, это не на комедии. Да, понятно, понятно. Ну, там не знаю. Ты нас не знаешь. Площадь, насколько я знаю, здесь 300 тысяч квадратных метров. Насколько по информации. Ну, как-то, стрелка. Легко мириться, очень. Сколько дальше тебя, чертовик, можно? Сколько? А? Сколько здесь? 30 гектаров здесь. Сколько денег, да, я тебе кедоверку сделал. А, ну, конечно. Договоримся? 26 гектаров. Так, все, ладно, короче, посторонник с полигоном. Взял и пешком пошел. Посади его в коксе вывезти на хорошую. И никто даже не фигня. Я еще, у меня нога разбила, расхаживаться. В этом деле там нечего делать, сразу говорю. Я там у пизды дал, тут тоже, блин. А что вы за рулем едите? Заехать можно реально поснимать? Да он едет, что начальство там бегает, начальство наверху. Ааа. Ну ладно, мы со стороны-то полетаем. Матерокоптер, блядь, залезти туда. Ну ладно, спасибо за информацию, я понял. Пошли, блядь, 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 блядь. Если что, начальство как-то сувил туда, то снил. Ладно, все, все доброе. Короче, зашел, пообщался, как видим, да. Люди-то вроде неплохие, но боятся. Не знаю, чего боятся. Запугали, короче, у нас всех. Что даже не могут разрешить элементарно заехать на свалку. Смешно даже. Люди как бы шутят и так далее. Но есть такая как бы проблема в нашей области. Реально. Допустим, пять лет назад было всего лишь пять официальных полигонов. Сейчас их уже двадцать. И только три из них в Котласе, Архангельске и Коряжме, работают более-менее по, как скажем... Которые соответствуют требованиям. И остальные же абы как работают, короче. Свалка, конечно же, огромная просто. Сами видите. На дроне я уже пролетел, вам показал. С другой стороны у нас свалка снега. Вот здесь же у нас ламповый завод. Здесь же постоянно, каждый год полно-полно воды. Там, короче, болото, блин. И народ потом туда, получается... Молодежь приходит летом, купается даже. Есть такие водоемы образуются, что можно плавать. Я сам лично, конечно, не купался, но сам видел, как это все выглядит. Молодежь реально просто там, блин, болтыхается с утра до вечера. На протяжении всех теплых дней, которых у нас не так уж и много. Представляете, весь этот грязный снег собирают по городу, привозят сюда, он потом тает. И народ вот так вот. Потому что до речки, я не знаю, дойти видно далеко. Ну, здесь реально очень большой район Галушина. В принципе, не так уж далеко и третий лесозавод. Вот красная звезда, откуда молодежь может прийти, покупаться. Более спокойное место. Может, как-то это их притягивает. Ну, опять же, есть ламповый завод, где молодежь может попрыгать, побегать. Но это не судит. Главная проблема. Вот увеличились уже до 20, значит, полигоны. Наш полигон по официальным источникам уже заполнен на 85%. И хотят как-то решать эту проблему. Сжигать они мусор не рассматривают, так как это, опять же, не экологично. Хотят построить какие-то перерабатывающие заводы. Небольшие, да? Но это, опять же, хотят. Это все должно идти вот с Москвы. Все эти приказы, финансирование. Если этого нет, то ничего не изменится. Только вот это трепание языком ни к чему хорошему это не приведет, по сути дела. А когда строятся замки, дворцы, соответственно, откуда взять деньги? Вот будет продолжаться, опять же, да, расширение. Как видим, еще, в принципе, есть куда расти, засорять дальше территорию. И по всей области так происходит. 836 несанкционированных свалок по всей области у нас. Это очень много. Реально. Ну, я таких свалок тоже встречал очень много. В Шенкурске и под Шенкурском есть. Просто едешь в лес, да, вроде как бы нигде никого нет на свалке. И вообще страшно даже. Никто это, конечно, не контролирует. Мусор не вывозится. Как это все будет решаться, в общем, пока, ну, непостижимо. Архангельский перерабатывающий комбинат, мусороперерабатывающий комбинат, который работает до сих пор, вот на днях они отказались по распасовке, да, мусора, сепарации ее. Убрали, значит, все мусорные баки по Архангельску, где они стояли, да, в определенных таких точках людных. Не знаю, это либо как показушно было сделано. И вот на днях опять активисты активировались и написали там письмо Цибульскому, чтобы эта проблема как-то решилась. Снова опять же поставили эти баки. Я толку там, я, допустим, у своего дома не видел, чтобы там стояли баки, поскольку, как люди скидывали, так и скидывают. Нужно осуществлять контроль уже полностью всех районов, включая те отдаленные, как Маймакса, Исакогорка, Затон, да, и так далее, Катунино тоже. То есть там люди тоже должны сепарировать этот мусор. И, конечно же, это все не дешево, троить заводы и так далее. Опять же, если не было бы у нас ненужных затрат, которые уходили налево, соответственно, у нас все время хватало и на переработку мусора, и на то, чтобы грузить на суда и вывозить просто. И даже продавать еще с этого какие-то обратные средства иметь, причем неплохие. Сам я лично возил стекла с Англии, помню, что за порт был, в общем, на Португалию, Фигуэра де Фос. Туда мы возили, на линии судна стояло, туда вывезли битое стекло. Там, помимо битого стекла, еще много еще было, и мусор возили. Обратно целлюлозу везли. И вот так, туда говнище вот это, вонь стояло, виски, пиво, все вместе там. Шампанское, блин, просто пароход, вся одежда, все пропахивает этим. Видимо, это было достаточно выгодно тем, кто собирал, отправлял. И тем самым избавлялись. И избавляются они до сих пор. У нас этого же пока я не видел нигде, чтобы вывозили какой-то мусор. Кроме леса и металлолома, у нас особо-то ничего и не вывозят. Смотреть нужно на другие страны, как у них решается это все. В той же Норвегии вообще никаких огромных свалок не видел. Там уже давно все перерабатывается. Поэтому нам, конечно, до них далеко. Но в любом случае, когда-то к этому нужно будет прийти. Иначе тот же ШИС, который хотели построить, его в принципе-то уже построили фактически. Народ там митинговал целый год. И как бы не считать, что победили. Ребята, не радуйтесь рано, потому что, блин, еще неизвестно, что будет через год. Может, раньше. Сейчас законы уже стычат, уже и так там все прописали. То, что на митинге там уже штрафы достаточно приличные. А вот, что-то не так, сразу же там в тюрьму от трех лет и выше. Поэтому вы особо рыпаться-то не сможете. Все эти митинги осуществлять. Тут только вопрос времени. А мусор из Москвы все равно надо куда-то вывозить. Так как его переработать с таким количеством отходов это будет очень дорого стоить для нашего государства. Беднеть те, кто этим всем заправляет, конечно же, не хочет. Более того, они хотят еще пополнять свои карманы. Так что, не будем называть, да, тех людей. И так все понимают, все видят, все знают. Ну, в общем-то, ребята, и все на этом. Так, вкратце я высказал свое мнение. Вот она свалка со стороны. Тут настолько, ребята, народ у нас запуганный. Даже с работилягами договориться проблематично. Говорит, начальство там, блин, на свалке. Говорит, ты еще одет не по фэншую, короче. А та, говорит, за сколько дашь, говорит, ну, чтобы я тебя провез туда. Я говорю, да договоримся, короче. Но потом он говорит, что, типа, да я бы тебя, говорит, провез, да, блин, начальство против увидит. То есть, как-то, народ нормально к этому относится. Ничего, в принципе, такого сфер естественного, этого я не снял. Просто показал свалку. Хотел зайти туда, даже, блин, пройти. Ну, надо, короче, разрешение спрашивать. Как-то я там, не знаю, воровать, что-то собрался. Как-то вот так заканчивается сегодняшний наш вечер. Ну, наверное, крайнее видео мое, сука, сухопутное. Как я и обещал. Ну, вот, сам все снял. В принципе, мне, кстати, удобнее одному заниматься съемками. Более сосредоточен. Кого-то подключать, договариваться постоянно. Ждать надо. Пока работаю в одиночку. Как одинокий волк. Все, ребят, спасибо. Кому видео понравилось, ставьте лайк, делайте репост. Подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok